здравствуйте мои подписчики и гости канала в этом видео представляю вам обзор книги алексея андреева поиск исторического иисуса от реймаруса до наших дней зачитаю аннотацию к книге иисус из назарета центральная фигура не только для религиозной истории но и для всей европейской культуры но лишь начиная с первой половины 18 века в гуманитарной науке появился исследовательский интерес к реконструкции исторической судьбы этой легендарной личности за 250 лет своего существования междисциплинарный проект получивший название поиск исторического иисуса проявлёк множество авторитетных ученых предлагавших свои методологические наработки и концепции для решения его основной задачи монография алексея андреева описывает наиболее важные труды ключевые теории и так называемые портреты исторического иисуса созданные в рамках этого проекта книга будет интересна не только профессиональным религоведом и теологом но и широкому кругу читателей интересующихся личностью иисуса вопросами новозаветной библеистики и истории развития гуманитарной мысли в книге анализируется исследовательская традиция религоведческих исследований известная как поиск исторического иисуса по-английски quest for historical jesus в книге дается комплексный анализ как истории данного течения так и методологии разработаны участниками поиска для получения научно-объективной информации о жизни учении личности исторического иисуса доказывается что оригинальные методологические стратегии выработанные в рамках поиска могут давать продуктивные результаты не только в исследованиях новозаветных текстов но и могут быть применены в иных отраслях религоведческого знания что несомненно делает изучение заявленной темы актуальным для науки о религии также необходимо учитывать тот факт что со средины двадцатого века вплоть до настоящего времени ученые получили множество новых данных позволяющих по-новому взглянуть на проблему исторического иисуса это находки текстов кумрана и наг хаммади данные археологических раскопок в галилее и иных регионах израиля прирост знания в областях изучения межзаветного иудаизма раннего христианства и эллинистической религиозности тем самым видится актуальным проведение комплексного анализа современных исследовательских проектов посвященных поиску исторического иисуса в которых учитываются новые научные данные следует отметить что возросший в последнее время интерес к изучению жизни иисуса характерен не только для академического сообщества но и для широкой публики в целом об этом свидетельствуют многочисленные работы посвященные иисусу начиная от серьезных научных и научно популярных исследований заканчивая художественными произведениями различных авторов поскольку все современные работы посвященные иисусу так или иначе основываются или апеллируют к научному знанию о данном предмете видится крайне актуальным комплексное исследование научных знаний выработанных в рамках изучения исторического иисуса исследовательская литература касающиеся истории поиска представлена в первую очередь иностранными исследователями несмотря на весьма значительное число зарубежных исследований посвященных поиску все же следует отметить что ни одной работы в которой с позиции религоведения представляется целостный анализ истории и методологии поиска исторического иисуса как исследовательской традиции религоведения а также рассматриваются методологические установки ключевых для данной традиции подходов начиная от раимаруса заканчивая современными авторами не удалось обнаружить нет таких работы на русском языке восполнению данного пробела в религоведческом знании посвящена данная книга при работе с текстами участников поиска используется критическо-аналитический подход к изучению источников для учета реакции научного сообщества на ту или иную публикацию учитывается академическая дискуссия выраженная чаще всего в статьях или сборниках работ также используется историко-логический метод позволяющий выстроить общую линию развития поиска исторического иисуса задействуется системно комплексный подход который позволяет дать целостное представление о каждой конкретной школе или периоде данной исследовательской традиции в книге особое внимание уделяется попытки выявления в исследованиях претендующих на академичность и объективность субъективных авторских идей являющихся следствием скрытого влияния идеологических и мировоззренческих предпосылок для выявления элементов свидетельствующих о мировоззренческой ангажированности тех или иных работ используются специфические методы разработанные в рамках школы социологии научного знания это авторы флег блур малкий и других в первую очередь особо рассматривается проблема социальных факторов влияющих на производство и воспроизведение знания в рамках поиска исторического иисуса для выявления этих факторов рассматривается социально-религиозный и идеологический контекст работы ученого или группы ученых демонстрируется влияние философских и религиозных воззрений на академическую работу автора и так далее в книге представлены результаты комплексного анализа поиска исторического иисуса как отдельной исследовательской традиции во-первых на основе проведенного анализа истории становления и развития поиска исторического иисуса с конца восемнадцатого века до настоящего времени доказано что данные исследования представляют собой целостную традицию в зарубежном религоведении предложена ее периодизация выделены наиболее авторитетные исследователи и группы ученых которые оказали ключевое влияние на ее формирование во вторых определены и проанализированы методы выработанные представителями поиска для реконструкции жизни учения и личности исторического иисуса показаны их эффективность не только для решения задач поиска но и для других направлений религоведения тем самым в широкий научный оборот введены методологические установки и стратегии разработанные в рамках изученной традиции в третьих проведен первый в российском религоведении целостный обзор ключевых научных реконструкций образа иисуса из назарета разработанных в рамках поиска в четвертых на основе проведенного анализа внешних факторов впервые выявлены и охарактеризованы исследовательские предпосылки оказывающие влияние на работу представители поиска на протяжении всей истории существования этой научной традиции далее коротко рассмотрим периодизацию поиска поиск исторического иисуса является отдельной исследовательской традицией в религоведческих исследованиях которая зародилась в конце восемнадцатого века и существует вплоть до настоящего времени хронологически поиск исторического иисуса можно разделить на четыре периода первый этап конца восемнадцатого века по начало двадцатого века это период становления и формирования исследовательской традиции когда ученые различных гуманитарных специальностей выявили ключевое проблемное поле поиска разрабатывали методы решения ключевых проблем формировались первые исследовательские группы объединенные общим теоретическим базисом второй этап с одна тысяча девятьсот десятых по 1953 год характеризуется определенным угасанием научного интереса к проблематике поиска хотя в это время некоторые исследователи начинают формирование формальных критериев оценки исторической достоверности евангельских текстов которые будут разрабатываться и станут ключевой методологической стратегией для последующих поколений ученых третий этап с 1953 по 1985 годы показателен возобновлением интереса научного сообщества к проблеме исторического иисуса к поиску подключаются не только европейские но и американские исследователи все большее число ученых пытаются дистанцироваться от эксплицитной богословской проблематики их исследования приобретают более строго академический характер формулируются ключевые критерии аутентичности которые используются в качестве главного метода оценки историчности текстов об исусе в этом третьем этапе особое влияние на исследователей оказал бультман четвертый этап поиска с до 1985 года по настоящее время характерен тем что в этот период поиск исторического иисуса приобретает черты отдельной религовеческой научной школы который имеет институциональное единство разрабатывает единый круг вопросов исходит из общих базовых посылок используют единообразную методологию к настоящему времени ученые обозначили основные варианты реконструкции образа исторического иисуса разработали эффективные методологические стратегии позволяющие анализировать историческую достоверность евангельского текста произошло окончательное отделение поиска от теологической проблематики содержание книги благодарности введение что такое поиск исторического иисуса изучение поиска исторического иисуса в россии и за рубежом принцип отбора источников и исследовательской литературы структура книги глава 1 постановка задачи конец 18 начала 20 века интерпретация евангельских текстов до 18 века герман самуэль реймарус рационалистическое течение ранний рационализм зрелый рационализм поздний рационализм либеральное течение Давид Фридрих Штраус скептическое течение Бруно Бауэр и Вильям Вреде эсхатологическое течение мифологическое течение результаты поиска исторического Иисуса конца 18 начала 20 века остановлюсь с зачитыванием содержания и отмечу очень полезную вещь в этой книге а именно что как только автор заканчивает какой-то важный кусок текста важный кусок обзора главу или может быть даже параграф если он достаточно большой то в конце главы или параграфа приводится краткое резюме по тому что было приведено выше например вот мы закончили зачитывать первую главу это 85 страница я сейчас открою и покажу вам как это делает автор вот результаты поиска он начинает описывать всех тех авторов которых он привел ранее и учить и указывает на их достоинства недостатки а также если он находит какую-то критику в том что говорит автор тон эту критику приводит автор я имею ввиду книги алексей андреев критикует авторов которые исследовали и занимались проблематикой поиска так чтобы было более понятно о чем я говорю особенно особенно полезными такие краткие резюме краткие вставки когда он допустим рассматривает несколько направлений внутри одного этапа поиска а мы их рассмотрели четыре этапа на текущий момент например я приведу только эту цитату сейчас потом мы останавливаться больше подробно не будем если вам интересно вы возьмите книгу она есть в продаже в лабиринте я ее видел и на озоне и вы можете ее прочитать если вам это интересно например заканчивая рассмотрение эсхатологического течения он суммировал его основные характеристики таким образом первое жизнь учения и личность исторического иисуса необходимо интерпретировать в контексте эсхатологических и мессианских ожиданий распространенных среди евреев в первом веке нашей эры второе интерпретация синаптического материала в контексте эсхатологических и мессианских чаяний эпохи предполагает в целом доверие к евангельскому тексту а не скептическую позицию соответственно там где он рассматривает скептиков он будет делать выводы на основании скептического отношения когда он я имею ввиду автор книги алексей андреев и далее продолжаем рассматривать содержание книги глава 2 утрата интереса до 1910-1053 годы прежде чем я продолжу читать почему произошла утрата интереса потому что известные евангельские тексты и другие религиозные тексты которые относятся к деятельности иисуса они были рассмотрены в первом этапе новых материалов нет соответственно кто-то из исследователей это получается первая половина двадцатого века условно первая половина двадцатого века придерживался одного течения например рационалистического кто-то либерального течения кто-то был скептиком кто-то эсхатологическое течение поддерживал и так далее то есть в и со временем и со временем я оставляю вам скажем так эту это открытие радость этого открытия да не буду говорить со временем осталось только одно или два из этих течений какое я умолчу вы прочитаете посмотрите и узнаете и так глава 2 утрата интереса первое проблематика историко-критического изучения нового завета в работах серина керкегора и мартина келлера второе карл бард третье рудольф бультман ошибся я когда говорил что рудольф бультман относится к третьему этапу четвертое школа критики форм и школа критики редакций пятое прочие участники поиска исторического иисуса первой половины двадцатого века шестое результаты периода частичного отсутствия интереса глава 3 новые методы и идеи 1953-1985 от старого к новому поиску Эрнст Казыман Эрнст Фукс Юнтер Борнкам Чарльз Дотт и Оахим Еремиас Норман Перин прочие участники поиска третьей четверти двадцатого века результаты поиска в третьей четверти двадцатого века наверное именно результат поиска третий этап поиска это третья четверть двадцатого века условно названная потому что часть исследователей которые публиковали свои работы в семидесятых годах в во второй половине семидесятых годов но по своим мировоззрением и по своим интерпретациям их относят к четвертому этапу поиска несмотря на то что свои работы они публиковали в конце семидесятых годов начали публиковать и продолжили уже в восьмидесятых девяностых и так далее в по моим ощущениям от чтения этой книги в третьем этапе произошел какой-то прорыв то есть какой-то переворот сознания возможно это связано с прорывом в технических науках фундаментальной физики прежде всего и за счет того что гуманитарные дисциплины начали в гуманитарные дисциплины начали проникать методологии исследования из точных наук возможно я не утверждаю но факт тот что почему-то почему так произошло что в первом этапе поиска втором этапе поиска ощущалось что методология именно гуманитарного поиска была на голову выше методологии в технических науках а потом произошел разворот в методологии в технических науках подвинулась вперед а в гуманитарных науках осталось на уровне там середины девятнадцатого века возможно возможно не только из-за того что не было новых материалов для исследований которые появились позже ну те раскопки о которых я говорил и не только из-за этого но еще из-за того что из другой сферы научного знания пришли какие-то идеи концепты методы и так далее исследования которые позволили сдвинуть поиск исторического иисуса с мертвой точки далее и глава 4 современное состояние перспективы на будущее эдвард сандерс гёза вермишь семинар по иисусу методология реконструкции семинара по иисусу критика семинара по иисусу позже затронем отдельно эту тему джона доминик кроссан маркус борг джон мэйер бард эрман бертон мэг и джеральд даунинг герд тайсон и ричард хорсли николас томас райд прочие участники современного этапа поиска результаты современного этапа поиска заключения избранная библиография указатель имен из современного состояния наверное следует отметить наверно трех это доминика кроссана барда эрмана и николаса томаса райда причем бард эрман и николас томас райд до сих пор продолжают выпускать свои книги они еще живы и на английском языке в россии я последнюю книгу которую я смог найти по датам издания это значит для томаса райда это по моему 2010 год а для барда эрмана то ли 12 то ли 13 год но ситуация на книжном рынке такова что как только появляется какая-то вот такая книга такая работа она во первых выходит очень маленьким тиражом ну тысяча это максимум две тысячи экземпляров и знатоки которые мониторят рынок постоянно они скупают эти экземпляры сразу что такое одна тысяча экземпляров на до давать даже так скажем на русскоязычный мир но пусть 200 миллионов человек который ну я не знаю сейчас сколько на русском языке говорят 200 миллионов человек и одна тысяча книг экземпляров выпущенная на русском языке перевод книги например очень много я промониторил ситуацию очень много книг ты я имею ввиду по наименованием было издано в середине нулевых годов то есть это получается где-то 2004 2009 год например то скорее всего закончили где-то так и это было это был бард эрман и николас томас райд причем это было издано в таком в твердом переплете на достаточно качественной бумаге с красочными обложками но факт тот что про эту тему про тему поиска я узнал только в этом году ну точнее сказать книгу я купил в прошлом году в двадцать втором прочитал получается я ее закончил до конца апреля двадцать третьего года то есть в нулевых годах я никак не мог купить книги о которых я говорил потому что я они для меня были слепым пятном и о чем я еще хотел поговорить это о семинаре по иисусу интересный произошел поворот в мозгах исследователей они собрали семинар по иисусу который длился ну давайте чтобы не соврать откроем посмотрим 207 страница он длился конец 80-х середина 90-х годов и собрали я сейчас не буду искать собрали больше двухсот ученых которые разрабатывали вот эту тему и во время во время работы этого семинара они создали таблицу и что они сделали они попытались предложение из к шум так какие-то события которые описываются в евангелии например приход иисуса в иерусалим приход иисуса в уход иисуса из галереи и так далее не будем сейчас точно описывать события события приход куда-то уход откуда-то общение с какими-то людьми и чудеса и вот эти исследователи в семинаре по иисусу решили проставить баллы каждому из таких событий доверяем мы этому событию возможно доверяем этому событию этому событию возможно не стоит доверять и это событие недостоверно и таким образом собралась таблица в которой оказалось что только 4 процента из тех событий которые описаны в евангелии можно считать 100 процентов достоверными и здесь в в этом семинаре они использовали цветовое кодирование красный розовый серый и черный красный цвет но опять же повторю то что я выше сказал безоговорочно включаю этот текст в базу аутентичных лечений к розовый я включаю этот текст в базу речений с некоторыми оговорками серый я не включаю этот текст в базу речений но его можно использовать некоторым образом для реконструкции образа исторического иисуса Черный. Я не включаю этот текст в базу аутентичных речений, определяющих образ исторического Иисуса. И баллы. Красный это 3 балла, розовый 2 балла, серый 1 балл и черный 0 баллов. Большая. Несмотря на то, что разделили вот этот семинар, он разделил базу речения Иисуса по такой градации, но потом была большая критика этого семинара, что так делать нельзя. Потому что несмотря на то, что некоторые речения были признаны черными, то есть недостоверными, по которым нельзя, на самом деле они были достоверными, которые подтверждаются другими источниками. Это вот кратко мы с вами посмотрели на поиск исторического Иисуса. чтобы нам в какой-то мере еще одну книгу из серии Студия Религиоза рассмотреть. Я уже сбился со счета, вы можете сами найти на канале отзывы из этой серии и посмотреть, сколько мы уже с вами обозрели. Если вы хотите, чтобы я еще какую-то книгу из этой серии рассмотрел, вы напишите мне об этом в комментарии. Я, если она есть в продаже этой книги, я ее куплю, прочитаю, ну и через какое-то время будет обзор. Обычно у меня на чтение таких книг уходит от трех до шести месяцев, потому что это нужно думать, сидеть, чтобы в мыслик быть сосредоточенным на содержании, а не витать где-то в облаках, как это можно, допустим, при чтении художественной литературы. Поэтому такой длинный срок. Я благодарю вас за внимание, за то, что вы посмотрели этот отзыв до конца. Это был отзыв на книгу Алексея Андреева «Поиск исторического Иисуса от Реймаруса до наших дней». На этом я с вами прощаюсь, желаю вам всяческих успехов и до новых встреч.